итак чтобы создать картину маслом мы берем с вами раздворитель который можно купить в обычном магазине и продаются художественной краски он обычно без запаха берем по нему специальную такую масленку то есть любую емкость и покрышки в которой мы используем этот растворитель вместо воды любые масляные краски также как акриловые но в данном случае масляные мы используем покупаем готовые краски чтобы нам не мучиться с вами и на палитру которая сейчас показала такая достаточно старенькая это пластмассовая такая палитра на нее мы с вами добавляем все разные виды красок чтобы можно было смешивать выдавливаем по несколько миллиграмм белую зеленую но основные цвета базовые выдавливаем если у вас много в палитры то много красок то вдавливать раз вот у меня большая белая краска потому что белую я очень люблю использовать как и черную не не хватает я купила большой тюбик но вы можете просто использовать те какие есть добавляете краску и начинаете накидывать первый свой сюжет берете картинку в данном случае у меня вот эта фотография я ее сделала с катунских утесов и у Есть такое понятие, дорогие друзья, как расположение цветов на картине. И все, что у нас далеко, оно стремится к холодным оттенкам. Горы, дальние леса, все, что мы видим вдали, включая небо, оно будет либо серое, либо серо-голубое. Поэтому мы используем цвета, которые нам помогают сделать именно такие наброски. Мы берем, смешиваем белый, серый, добавляем голубой, синий, то есть делаем такой похожий цвет, который вам нужен. Но если это горы, то чем они дальше, тем они серее. Чем они ближе, тем они ярче. То есть есть такие вот особенности в картине. Все это делается интуитивно. Мы накидываем с вами небо, которое в дальнейшем будет у нас более голубое. И нам появятся какие-то еще более интересные оттенки. В любом случае мы с вами расслабляемся и пишем картину не для того, чтобы стать известными художниками, а для того, чтобы получить терапевтический эффект. Наша душа отдыхает, нам становится хорошо. Мы с вами... Ну и желательно в тех цветах, в которых у нас картина. Далее мы наносим с вами... Когда первый слой мы с вами несли, мы даем краске возможность высохнуть. Моем кисти, убираем их, и холст наш остается на несколько дней. Не старайтесь нанести на холст сразу все, что вы хотите увидеть, потому что он влажный, и сразу написать картину практически нереально. Ну и конечно же, дорогие друзья, когда мы устаем, мы не должны рисовать. То есть мы должны рисовать ровно столько, сколько хочет наша душа. Это важный элемент терапевтического эффекта. Каждая краска, которую мы наносим, она повышает вибрационный диапазон. Наше состояние души улучшается, чакры лучше работают, инсулин в крови падает, улучшается гормональный фон, и в принципе арт-терапия очень полезна. Иногда я ее провожу в группах, иногда провожу по одиночке. В любом случае, это можно сделать и посмотрев видео. Самое главное, мотив, мотив определяет истинную судьбу из-за движения. И это является фигурсом. Ну вот и подходим мы к завершению нашей работы. Прошло больше двух недель, прежде чем высох первый слой, и я стала вязать второй и третий слой. Теперь уже можно наложить краски, которые напоминают об осени. И это уже непосредственно оранжевые, багряные, желтые, такие очень теплые, приятные оттенки. Зелень, которая начинает видать. И здесь, конечно же, мы видим настоящую прекрасную осень. И, конечно, хочется прочитать вам свое стихотворение, которое родилось у меня в этот период. Осень, пора листопадов, пора отдохнуть всем уставшим сердцем. Осень, пора звездопадов, когда дверь для счастья открыта творцам. Осень не грустна, а трепетна. Листья застелят нам золотом путь. Глядя в дорогу, я крикну. Лето мы помним. Не забудь нашу радость вернуть. Осень, печально и холодно в доме. Теплый очаг согревает тела. Осень, ты временно даришь нам слякоти горе. Дверь отворяя зиме холодам. Стихотворение родилось этой осенью. И прекрасные ее сюжеты легли в основу этой картины. Чтобы создать такую работу, мне понадобилось два вечера. Наверное, всего четыре часа работы. Эту работу я планирую подарить своей сестре в Санкт-Петербург. Очень захотела ее получить мой племянник. Я решила ее сделать в подарок. Ее хотели у меня купить, но я решила ее подарить. А вообще-то, многие хотят купить мои картины. И я решила сделать цикл таких мастер-классов с разными сюжетами. Для начинающих и тех, кто хочет попробовать просто самовыражаться. И сейчас, обучаясь на искусствоведа, смотря мастер-классы по акварели, по разным скетчингам, я хочу сказать, что нужно просто пробовать. И, глядишь, у кого-то это получится. И мы это делаем от души, легкого сердца. И, конечно же, у нас сотворяется прекрасное полотно. И, глядишь, у кого-то это получается. И, глядишь, у кого-то это просто Grand Conflict. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok